Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.08 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение» в студии Анны Лапшина. И сегодня мы будем слушать «Особое мнение» Юрия Шлемензона, главного редактора, генерального директора телеканала «Ренкеров». Здравствуйте, Юрий Львович. Добрый день. Добрый день. Напоминаю, что нас можно не только слышать на 101.0FM, но и видеть. Работает онлайн-трансляция эфира на нашем сайте eho.kirova.ru. Там же можно задать вопросы гостю через форму анонсов. Пишите, мы следим. Юрий Львович, представляю вас, чуть не сказала член общественной палаты Кировской области. Но уже нет. Но инициативы ОПКО нам никто не помешает обсуждать. Тем более, что сейчас мы будем говорить о теме, которая стартовала еще в прошлом году. В то время, когда вы были членом общественной палаты Кировской области, речь идет о рабочей группе по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Мы много об этом рассказывали в нашем эфире. Вы, я думаю, тоже обращались к этой теме. Как вы думаете, от работы рабочей группы есть какой-то эффект? Пришла весна. Пришла весна. Рабочая группа, я думаю, что активно будет продолжать свою работу. Мы увидели, что, я думаю, что это благодаря воздействию этой рабочей группы, появилась карта, которая показывает участки дорог, которые находились на гарантийном обслуживании. Мы уже более ясно и точно понимаем, кто отвечает за тот или иной участок дороги. Так, а что нам дает это понимание? Были изменены условия принятия решений по тендерам на очередной ремонт, где учитывались замечания и предложения этих рабочих групп. Что нам дает возможность? Я понимаю, что в этом году на гарантийный ремонт будет обращено серьезное внимание. Об этом уже говорили и члены правительства Кировской области, которым небезразлична территория города Кирова. Я думаю, что в плановом порядке будет осуществляться гарантийный ремонт, а там, где это будет не осуществляться, я думаю, что система судебных исков будет действовать в этом году. Очень надеюсь на это. Юрий Иванович, да, вот смотрите, какая история. Месяца полтора назад к нам в эфир приходили как раз члены рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Виталий Брам и, по-моему, Багир Шарифов. И рассказывали они следующее. Компании, которые занимались ремонтом дорог, они ремонтировали, ну, фактически только внешний слой. То есть может быть небольшая подложка и там какой-то промежуточный слой асфальта и внешний слой. Дороги разрушаются, как говорят эксперты, не поэтому, а потому что подложка и все, что под ней, проседает, опускается и прочее. Будем говорить, что дороги не рассчитаны на ту нагрузку, которая сейчас есть у нас. А перспектива судебных исков в таком случае какова? У них говорят, что они будут в рамках заключенных контрактов. Существуют определенные факторы и оговорены условия того места, которое они ремонтировали. Вот если компания выполнила определенный вид работ, который был оговорен контрактом, и который гарантирует состояние дороги на определенный период, то вне зависимости от того, как они это делали, лучше, хуже, меняли подложку, не меняли, они все равно за этот участок дороги отвечают. Это и есть условия контракта. По гарантии. По гарантии, да. Поэтому они могли раньше вложить деньги свои в нужные правильно технические условия ремонта дорог. Или это им придется делать сейчас, чтобы в дальнейшем та гарантия, которую они давали, сохранялась, и они несли дополнительные затраты. А я правильно понимаю, что по закону они должны фактически вот эту ямку, которая образовалась, или трещину заделать, и все? Нет, нет. Там есть определенные условия. Вот Виталий Браум лучше меня, и Лисичихи, наверное, уточнят эту часть вопроса. Надо смотреть контракт. Я не думаю, что они все везде одинаковые, во-первых. Наверное, они и отличаются в разных частях. Но дорога должна соответствовать ГОСТу, который должен быть. Вот и все. А как они это будут выполнять? Раз они подписали контракт, они должны выполнять в любом случае. Можем ли мы прогнозировать судьбу почти миллиарда рублей на дороге, которые Киров получит в этом году? Будут эти деньги израсходованы с большим толком, чем деньги, полученные в прошлом году? Ну, я очень надеюсь, что это будет с большим толком. Они израсходованы, потому что я все же считаю, что усилился общественный контроль за этими процессами. То есть, помимо рабочей группы, общественные палаты есть еще ОНФ. У нас очередной предвыборный год. К весне, когда покажут результат работы, выборы-то все уже закончатся. Да, выборы закончатся, но выбранные лица останутся. На своих постах. Ну, и на постах, на должностях. Поэтому будет кому отвечать за то, что происходило в данный период. И даже если кто-то будет и не выбран, то в этом ничего страшного нет. По крайней мере, в период ремонта дорог они будут более активно себя вести и контролировать. Это очень выигрышно будет предвыборной кампании. Осуществлять правильный контроль над действиями дорожников. И это даст, я надеюсь, результат. Конечно, объемы очень большие. Хватит ли мощности, которые имеются на территории Кировской области, для выполнения этих задач. Это вы сейчас про людей говорите, и про компании, которые работы именно будут осуществлять. Да, конечно. Я не про общественников говорю. О тех компаниях, которые хватит ли техники и ресурсов у этих компаний, которые будут выдвигаться в конкурсе на ремонт дорог, время покажет. Не получится ли так, что опять все затянется до осени? Давайте будем о хорошем очереди говорить, конечно. Оптимистыми. Я думаю, что если правильно будут выстроены материальные стимулы выполнения качества ремонта дорог, потому что уговаривать людей, ну, бессмысленно это все. Если все будет выведено в хозяйственные процессы, будут в линию материальной, материальную плоскость правильно выстроены. Это единственный фактор, который влияет уже на людей. Не надо говорить, что можно там морально, совесть включать, мораль в эти вопросы. Вот если правильно будут выстроены хозяйственные процессы наказания или поощрения материальную плоскость, то качество труда значительно возрастет. Понятно. То есть это мы сейчас говорим о том, что компании должны сделать такие дороги, чтобы в следующем году их не переделать. Даже если мы вот перейдем с вами на тему уборки города и чистоты города, то я думаю, что это факторы, влияющие как на ремонт дорог, так и на состояние нашего города, одни и те же. Где осуществляется должный контроль с использованием материальной плоскости этого вопроса? Это штрафы. Конечно, штрафы. Ну вот правильное выставление оценки. Там же есть система начисления баллов за уборку, благодаря которой получают немалые деньги. Почему? Немалые деньги компании, выполняющие эти условия. Но в связи с тем, что длительный период не было существенного контроля по оценке деятельности этих компаний, это позволяло, будем говорить, воровать материальные средства. То есть они деньги получали, а работы не выполняли. Это как это называется? Воровство. Но мы конкретно никого не называем, мы не можем обвинять. Потому что эти вопросы, да, мы не судьи, мы не следственные органы, но мы видим по состоянию того, что мы видим на улице, да, это не вывезенный снег во время. Хотя вот есть места, где вывозят снег. Вот могу привести пример двора, в котором я живу. Наверное, под воздействием там ряда лиц, в том числе и меня, у нас впервые, не могу это вспомнить, в ближайших пять лет, был полностью один раз, правда, в году в этом, вывезен снег со двора. И мы его даже увидели, конечно, поломанный асфальт, но он был сухой определенный период. То есть сейчас у вас во дворе совсем уже весна? У нас, да, у нас настоящая весна, но так как стал таять снег в соседних дворах, а ливневая канализация и стоков в дворах тех не сделана. У вас потоп. У нас река хорошая такая. Но так как у нас с нашего двора дальше есть сток на улицу, то у нас как-то еще можно пройти мостков такие, как вот, например, в школе 65-й школе, да, я вот видел недавно. Деревянные тротуары. Да, тротуары, но это хоть хорошо, хоть до этого додумались. Сейчас мы об этом поговорим. Могли бы и бросить. Юрий Львович, я прошу прощения, надо нам прерваться на одну минуту, напоминая, слушаем особое мнение Юрия Шлемензона, главного редактора, генерального директора телеканала «Ренкиров». Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Особое мнение на 101FM Программа «Особое мнение» продолжается. И я напоминаю, что мы сегодня слушаем особое мнение Юрия Шлемензона, главного редактора, генерального директора телеканала «Ренкиров». Юрий Львович, возвращаемся к городу. Вот закончили на мостках деревянных. У вас во дворе река. Не, ну она уже меньше намного. Это тоже от того, что в его время были не сделаны сливы для стока воды. Хотя об этом многократно вопросы обсуждались с управляющей компанией, которая нас обслуживает. Надеемся, что в этом году мы попадем в какую-нибудь программу или сами создадим возможность своего участия нашего ТСЖ в ремонте этих вещей. И думаю, что будет получше. Понятно, что та уборка, которая проводилась в этом году, она была проведена с очень плохим качеством. Это мы про уборку снега сейчас говорим. Да, конечно. Приводит к тому, что мы сейчас видим. Зима была снежная, согласитесь. Да, снежная была. Ну вот я недавно смотрел несколько репортажей из снежной страны Финляндии. Так. Может, у них просто опыта больше? Да, у них, наверное, просто желания больше. Но главный фактор качества всего того, что делалось, и в тех репортажах подчеркиваю, что штрафы за неубранный снег были просто огромные. И обслуживающие компании в этот период нанимали дополнительных служащих, которые многократно увеличивали свои штаты и убирали снег. Притом уборка начиналась с трех часов ночи. Первая зона, главная центральная улица, это должны были быть убраны в течение трех часов. Дворники работали в том числе и на крышах, если был снег. А потом уже вывозка снега в местах складирования. Притом даже на центральных площадях многих городов складировался снег. Но в течение там 8-12 часов он должен был оттуда вывезен в места складирования более дальние. Слушайте, ну вот Финляндия маленькая страна. Смотрите, они находят место для вывоза снега, а мы почему не находим? Говорят, что в Кирове большая проблема с вывозом снега, в том числе и поэтому нет места для снежной свалки. Финны даже много снега, я вот видел в этих репортажах, которые я видел, скидывают в водоемы. Потому что в снег, который сбрасывается, не имеет... Они соль вообще и вот наши спецреагенты, они не используют, у них только крошка. Как же машины, вот машины, ведь это все оседает на снег, все-таки химикаты... Ну, видать, не так много всего оседает. Может, там есть некая предварительная в местах очистка идет, но снег вываливается в водоем. Это показано на видеокадрах, которые я видел. Мне кажется, Алла Викторовна Албегова, она просто с ума сойдет, если в Кирове начнется такое. Ну, во-первых, там нет столько грязи на дорогах. Мы же видим, что там дороги выше, чем тротуары. И газоны, с газонов грязь не течет, а у нас или отсутствуют бордюры полностью, как мы видим во многих местах. И весь почвенный слой на дорогу, да. И это приводит к тому, что вот такая грязь, которая есть. Ну, мы будем говорить о том, что мы еще сами засоряем очень хорошо город. Это выкидывание из окра... Это мы не про снег сейчас уже, да? Про мусор. Про мусор, да. Который вытаил с весной. Да, его достаточно много в определенных районах города. Страшно по городу ходить. Да, это очень неприятно. Я уже не буду говорить о собачьих экскрементах. Но я считаю, что есть как часть вины самих владельцев собак немалая. Но и городская администрация должна была принять определенные меры. Это не штрафы только, я не это имею в виду. Создать условия для того, чтобы были эти экскременты убраны хозяевами. То есть это мы сейчас имеем в виду урны какие-то, совочки, пакетики. Это мы имеем в виду урна, совочки, пакетики, да, как делается во многих странах. Урны-то эти сколько простоят на улицах Кирова? Вот учитывая, что у нас скамейки ломают, контейнеры переворачивают. Когда-то у нас ломались скамейки вот в Александровском саду, да, теперь их не ломают. И уже даже у них спинки не спиливают, как раньше делали. И все равно они уже стоят целые, да. Я думаю, что если приучать постоянно население к хорошему, когда привыкаешь к хорошему, то стараешься так и делать, чтобы было хорошо. А когда мы видим, везде грязный снег, наваленные кучи, поэтому это и люди из-за окон выбрасывают. Бывает такое? Да. Вот я могу сказать, опять вспоминаю свой дом, в котором я жил. Когда я поселился в этот дом, там было очень много квартир, так называемой лимите отдана. Ну, тут приехавших из разных наших населенных пунктов, которые не видели цивилизованных дворов, как-то так очень неаккуратно относились к двору, который был в очень хорошем состоянии, зелененый, много деревьев было, дровы, газон был даже у нас. Выкидывали из окон. Потом с определенным временем как-то стали меняться жильцы в квартирах. То есть квартиры продавались, там менялись. И вот с определенным временем, ну, неправда, прошло время. Обновился состав соседей. Обновился состав, да, и, вы знаете, перестали выкидывать. Ну, то есть мусора стало намного меньше. Но есть. Ну, есть он, конечно, есть, но не в том количестве, в котором было раньше, когда я заселился в дом, например. Следить надо не только за властями, но и за собой самим тоже. За собой, конечно, обязательно. Ну, я думаю, что субботники, которые пройдут в ближайшее время, я призываю... А вы ходите? Да, я хожу. Вы ходите? Ну, у своего дома. И всех призываете? У своего дома. Да, нет, ну, еще если мы с организацией выходим, надо убирать сквер, который недалеко от нашего места работы находится. В другие места выезжаем. Мы выезжаем в Порошино, где очень много людей отдыхает. Убираем после зимнего сезона, помогаем убрать территорию, чтобы в летний сезон тоже там и отдыхали кировчане. Приятно было гулять. Да. В общем, вы всех призываете ходить на субботники. Да, призываю их, но при этом, говорю, что за чистоту в городе отвечает администрация. И надо штрафовать? Безбожно. Наказывать? Да, потому что у нас нет контроля за... На самом деле нет настоящего контроля за компаниями, которые выиграли тендеры по уборке города. Юрий Львович, а как контролировать ты? Вот смотрите, приехал Васильев. Не, ну почему Васильев? В начале зимы. Да не надо этим заниматься. Есть в администрации города территориальные управления. Там инспекторы. Инспекторы, их по 6-7 человек. Вполне при наличии ног и транспорта можно участки закрепленные проверять не раз в месяц или раз в 10 дней, а практически ежедневно это надо делать. И выставлять оценки так, как убрано, а не так, как ставят их. И когда исполнитель заказа увидит, что деньги ему не идут, я думаю, что они примут меры к тому, чтобы деньги все же получать. Это достаточно рентабельный бизнес. А если наоборот окажется? А становится он супер рентабельным. Я не буду говорить, что это на уровне продажи наркотиков, конечно. Но это очень рентабельный бизнес. За него борются. Мы видим, что у нас не снижается количество управляющих компаний. Участие этого рынка не снижается. Мы же понимаем, что все вот эти вещи проходят все равно через конкурсы. То есть есть компании, которые поставили двойку один раз, два раза, три раза. В конце концов наложили на нее крупный штраф. А компания сказала, у меня нет денег платить рабочим. Извините, я завтра не выйду на работу. И что? Середина зимы. Поверьте, что компании, желающих заниматься уборкой в городе, будет море. То есть должны быть какие-то запасные игроки, получается? Наверное. Для этого есть администрация, которая может продумывать эти вопросы. Понятно. Не наша с вами задача. Хорошо. Давайте с коммунальной темой пока закончим. Мы платим налоги. Вот наша задача. Платить налоги. Наша задача в этом, да. И перейдем немножко к другой теме. Тоже такая связанная с общественной активностью тема. Я бы хотела спросить вас о митинге, который был у нас в минувшие выходные на Театральной площади. Речь идет об акции «Вместе против террора». Организована она была по всей России, не только в Кирове. Но в разное время в разных городах проходила. Не только 8-го числа. Вот, тем не менее, хотела узнать ваше мнение. Как вы относитесь к подобным вещам? Хочу, конечно, выразить слова своего искреннего сожаления и сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших. Ну, это понятно, конечно. Хотя и поздно уже, но так как я не был в вашем эфире, поэтому сейчас хочу сказать. Я сам был на этом митинге. Необходимость этих митингов, как вы говорите, если в них необходимость, ну, это каждый человек должен для себя выбрать. Желает он принимать участие в этом митинге или не желает? Ну, вот, насколько я знаю, что никакого насильственного, особого насильственного приглашения на этот митинг не было. Рекомендовали, да, были такие письма, я их тоже видел. Но, как раньше, там, разнарядки с вашей организацией, там, 5 человек, с другой 20 человек. В этот раз, вот, насколько мне известно, такого не было. Но мы же знаем, как относятся к письмам рекомендательным за подписью начальников больших. Ну, это дело каждого, как он на него реагирует. Понятно. Вот были высказывались, вот ярмарка была в этот период, что это снизило там качество митинга. Ну, во-первых, никто не знал, когда этот митинг произойдет, а ярмарки у нас плановые. И поэтому винить организаторов этого митинга, что на площади была ярмарка, я считаю, нелогичным. И запрещать ярмарку по такому поводу. Может быть, просто митинг надо было в другом месте где-то организовать. Веселья никакого не было на ярмарке, это не такая, не плясовая, как говорится, ярмарка была. Поэтому проходила достаточно корректно. Единственное, что все же это был такой митинг соболезнования жертвам этого террористического акта. Ну, некой солидарности. Да, некой солидарности с Петербургом, с жителями Петербурга. И приходить с флагами партии, я считал бы, это некорректно. Это не было таким вызывающим, это было ненасильственно, но это немножко другое мероприятие. И подчеркивать свою партийность на данном мероприятии, я считаю, не очень хорошо с моей стороны. Юрий Львович, ну то есть нехорошо, потому что мы можем это воспринимать как некий пиар политических партий. Ну, может кто-то это воспринимал. Я не воспринимал это пиаром, потому что этот пиар подается немножко по-другому. Я думаю, что кто-то перестарался просто в этом вопросе. И вот я слушал выступающих, которые были, то все в основном говорили о том событии, которое произошло. И только один, кажется, выступающий перешел на политические лозунги, что считается совсем некорректным в данном мероприятии. И это неправильно. Это мы сейчас про Сергея Павлиновича Мамаева говорили? Да, в том числе Сергея Павлиновича Мамаева. Понятно. Сергей Павлинович был у нас вчера в эфире и объяснял, почему он говорил. Ну, у него, наверное, не было другой трибуны, он воспользовался трибуной. Хотя это некорректно, в моем понимании. Хорошо. Значит, политические партии могут ходить под флагами, но лучше не надо. Нет, они могут ходить на своих мероприятиях. Это очень хорошо. На таких мероприятиях. Но, с другой стороны, ведь они как-то должны себя обозначить. Нет? Может, это для картинки нужно было сделать? Для отчета какого-то? Я не думаю. Говорят, что политические партии тоже настойчиво просили и приглашали прийти на подобные акции. Не только в Кирове и Апиаде. Но это неплохо, что они приглашали. Это правильно. Нет, это правильно, конечно. Может, им потом просто отчитаться надо было. Может, поэтому они с флагами были. Можно было в фотошопе сделать. Я поняла вас, Юрий Львович. Ну, давайте все, да, с этой темой, наверное, тоже закончим. Сделаем небольшой перерыв. У нас рекламная пауза. Через две минуты вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101FM. Продолжаем выслушивать «Особое мнение» Юрия Шлемензона, главного редактора, генерального директора телеканала «Рэнкиров». Юрий Львович, ну теперь прямо вот вообще к вашей теме. РБК пишет, в Кремле задумались о перенастройке российского телевидения. Речь идет о том, чтобы телевизионщик и, видимо, в первую очередь все-таки федеральные каналы перестали уделять настолько много времени эфирного внешнеполитической повестке и переключились как-то все-таки уже на внутренние российские проблемы. Я чувствовала, что точка информированности о внешнем мире достигла уже такого очень критического уровня. То есть у нас говорят 70% того, что есть на телевидении, это международная панорама. Вот периодически я вот часто смотрю восьмичасовой выпуск новостей на канале номер один ОРТ. И были выпуски, где 100% информации касались внешнего мира. Ни единого сюжета о событиях в Российской Федерации не звучало. Ну, в крайнем случае, могла там какая-нибудь суперавария, так называемая, попасть. То есть либо что-то трагическое, очень трагическое. Да, очень трагическое. А инфотейтмана, как мы говорим, ничего положительного о жизни не звучало. Ну, там же тоже неглупые люди в администрации президента. Ну, там тем более сменился товарищ, который отвечает за все, да? Ну, у нас это периодически там меняется. И было понятно, что уже перенасыщение внешней информации достигло того, что от телевизора стали в сторону уходить, а без телевизора в нашей стране жизни нет. И перебор был во всех этих ток-шоу. По той же самой тематике мы рассматривали только... Ну, можно же хорошо ругать, что происходит в соседних странах. Это безболезненно для самих телевизионщиков. За это не улетит. Поэтому так и произошло. Ну, проведя определенную аналитику, осознали, что это и есть перебор большой. И была сразу кнопка нажата. И мы увидели буквально на второй день после этого сообщения, которое прозвучало в ряде СМИ, что новостная панель, она изменена. По вашей оценке, примерно в процентном соотношении? Ну, она, конечно, сейчас все равно международная часть занимает не менее 40%. Если не 60%, 60% все же занимает внешняя палитра новостей. Ну, появились сюжеты о жизни в нашей стране. Юрий Львович, вы человек многопутешествующий. Я так думаю, что и включающий телевизор, да, в тех странах, где бываете. Скажите, пожалуйста, а в остальных государствах там примерно такой же расклад? Ну, понятно, что все зависит от конкретного дня, информационных поводов, еще чего-то. И тем не менее, ну вот 60% международные... Нет, такого я не видел нигде. Даже вот каналы, которые там постоянно занимаются новостями, CNN, BBC, Sky News. Но международная часть все же не такая большая. Вообще, локальные станции за границей занимаются только местными новостями. Даже если мы возьмем, я имею в виду, не локальные, там, ну, как у нас область, город, да, понятно, там даже вообще никаких международных новостей практически не бывает. Я буду говорить о федеральных, так называемых, станциях, то все равно международная часть занимает очень незначительную часть, а все идет о том, что происходит... Ну, то есть процентов в 10-20 примерно, да? Да, не более того, да. Получится ли у нашего телевидения к этому прийти? И вообще увидим ли мы когда-то это? Ну, вот в ближайшем обозримом будущем. Я думаю, что в ближайшем обозримом этого не будет еще пока. Но зато ведь скоро ведь выборы, Юрий Львович. У нас же должны рассказывать о том, как все прекрасно в России. Вот как будут выборы, так и все и будет. То есть будем ожидать этого где-то ближе к осени? Ну да, наверное. К зиме. 2018 года. 2018 года. Хорошо, ну вот такая оценка. Еще хотела поговорить с вами о теме, которую мы обсуждали буквально час назад. В развороте. Речь идет о предложении депутата Виталия Милонова. Вот мы сейчас говорили с вами о том, что все больше и больше людей уходит в интернет. Мы понимаем прекрасно, что люди уходят туда читать новости, люди уходят туда общаться в социальных сетях. И очень часто бывает так, что социальные сети собой подменяют в том числе и новостные какие-то ресурсы. Потому что все, что тебе нужно, ты можешь узнать там. Телеграмм с его телеграм-ботами сейчас очень эффективно работает. Найти ссылки, все что угодно. Виталий Милонов полагает, что нечего делать в социальных сетях людям, россиянам, простите, моложе 14 лет. У него более широкий законопроект. И они все на эту часть обратили внимание. У него включено что в его рабочий проект, который внесен. Это запрете и ограничение использования социальных сетей в рабочее время, чтобы это прописалось в трудовых договорах. И предлагается уже сразу же штрафовать до 5000 рублей предоставление регистрации в социальных сетях без паспорта. И запретить пользоваться социальными сетями ранее 14 лет. У него такой обширный законопроект. Я все же думаю, что это его личная инициатива в этом вопросе была. Потому что высказывание представителей «Единой России» господина Ревенко по этому поводу было очень отрицательным на самом деле. Критичным. Критичным, да. Я думаю, что это такая проверка... Пробный шар. Пробный шар, да. И это делается неоднократно с населением нашей страны. Такой проброс. У нас есть Мизулин, у нас Яровая, у нас есть Милона. У нас много таких, Поклонская, которые могут такие шарики забрасывать. Мы будем бурно обсуждать. Это еще раз отвлечет нас от дорог и от всего остального. То есть вы думаете, что это такая ширмочка просто, да? Да, это шар, потому что я вообще не помню инициативу Милонова, которая... Ну, на федеральном уровне у него, слава богу, еще вообще ничего не приходило. Потому что такие инициативы он совсем недавно предлагал. Приравнять нежелание иметь детей к психическому заболеванию. Такой законопроект. Инициатива у него была. У него много инициативов, он очень такой оригинальный товарищ, да. С определенными наклонностями. Поэтому я думаю, что это все чушь, о которой не стоит даже говорить. Понятно, что есть проблема социальных сетей. Да, она существует реально, особенно у детей. Но есть же возможности родителям объяснить, что можно ограничивать доступ не детей в социальные сети, а в аккаунты этих детей. Понятно, что в стране есть не все люди нормальные, озабоченные. То есть надо каким-то образом следить и регулировать. Ну да, просто разговаривать, все это запрещать невозможно. Просто если родители обращают внимание на своих детей, то тех проблем, которые могут возникнуть, они не возникают. Вот и все. Хорошо, а если все-таки мы чуть-чуть более подробно на этой теме остановимся, и вот решим, что да, к Виталию Милонову прислушаться. Технически, технологически это возможно сделать? Практически невозможно, конечно. Любой специалист, который в области интернета работает, понимает, что это обойти всегда возможно. Ну как, действительно, отпечатки пальцев мы же не будем сдавать никоим образом. Так же, как есть закрытые сайты, которые тоже через VPN заходят, те, кому это надо делать. У нас достаточно много законов, которые ограничивают доступ детей к информации, которой реально не надо, чтобы она их касалась. У нас много принятых законов. Есть здравые достаточно законы, которые надо выполнять по ограничению возрастные. Ну, много уже мы успели поработать с ограничениями. А в целом вы как считаете? И вполне их хватит выше головы. Вот государство должно все-таки регулировать каким-то образом социальные сети или нет? Ну, в смысле того, что если там нарушается закон, да. У нас есть возможность блокировки экстремистских сайтов или других аккаунтов, которые караются их действия законом. Это должны делать. Все остальное, я считаю, не нужно вмешательство в ту личную жизнь, которую ведет человек на территории нашей страны. В общем, пока человек не нарушает закон, пусть пользуется на здоровье. И всеми социальными сетями, которыми захочет. Юрий Львович, еще у нас остается две минуты. Все-таки я задам вам этот вопрос. В новом сезоне в Победилово начнет работу новый федеральный авиаперевозчик, сообщили накануне наши коллеги в новостях. Значит, аэропорт Победилово совместно с авиакомпанией PegasFly приступит к выполнению регулярных рейсов в Симферополь. Ну и помимо Симферополя мы будем летать в Анапу, в Сочи. Понятно, что мы летаем в Петербург и в Москву. Как вам кажется, все-таки оживает наш аэропорт или нет? Стартует отпускной сезон. Что мы имеем? Вы говорите о том, что говорят в последнее время туроператоры, что продажа путевок, ранее приобретаемых на территорию Сочи и Крыма снизилась. Это вызвано ростом продаж в Турцию, притом значительно, четырех-пятикратные. Поэтому я в связи с этим думаю, что у нас и предупреждают, что в Турции очень плохо ожидается в ближайшее время, потому что такой резкий поток и отток. Отток от других, место отдыха может вызвать такое. Ну, я не думаю, что еще, во-первых, для того, чтобы летать, надо иметь средства, чтобы летать, а резкого роста благосостояния населения как-то так не намечается, незаметно особо, хотя наши статистические органы утверждают, что у нас все в этом вопросе очень хорошо. Поэтому я не думаю, что резко возрастет оборот нашего пассажиропоток резко вырастет, что позволит снизить резко цены и затраты на эксплуатацию нашего аэропорта. Как-то очень пессимистически я смотрю. Юрий Львович, вот смотри, я просто проанализировала буквально вот там пять минут, зашла, посмотрела на сайте. Значит, Киров-Петербург на 17 апреля, билет от 6200 рублей, Саратовские авиалинии. Киров-Сочи 16 июня, я на лето смотрела, от 9000 рублей, Ишавия, это все в одну сторону. Киров-Симферополь 17 июня, да, середина месяца, от 8500 рублей. Я обращаю внимание, там еще Сочи и Крым, середина июня, это еще не совсем сезон даже, да. Вот Киров-Москва, вот ближайший на завтра, почти 6000 рублей, Саратовские авиалинии. Мы вспоминаем благословенные времена, когда у нас была авиакомпания Победа. Ну это же плохая компания, вы сами знаете. Это же очень плохая компания. А это хорошая компания. Мне же очень неудобно летать, вас все время там ругают, не дают вам проносить чемоданы, сумки. Вот на собственном опыте, на 3 июня взяли билеты из Барселоны в Москву. 2500 рублей стоит билет на Победу, прямой рейс, вылетает в 11 утра, прилетает в 5 вечера. Вы же понимаете, что я смеялся над всем этим. Почему наши региональные власти новые никак не задумываются над этим вопросом? Ну нам же объяснили, что это очень узкая категория людей, которые пользуются услугами авиакомпании Победа. А вся область за них платит. Вот бы вам такое объяснение же сказано. Ну слушайте, даже я не политтехнолог, даже я понимаю, что возвращение Победы это хороший предвыборный ход. Ну это не так просто спрос на Победу, все же при ее не особом любви к ней в отдельных аспектах. Там есть проблемные вопросы. Мы понимаем это все, да. Когда там детей, мать с ребенком рассаживают и просят за это дополнительные деньги, невозможно пересесть. Ну есть там нюансы, но это лоукостер. К этому надо привыкнуть и у буржуйских лоукостеров тоже есть такие же. И более суровые проблемы с нераспечатанным посадочным листом, перегрузом. То есть каждая компания имеет свои проблемы. Конечно, неплохо бы иметь лоукостера и в Кирове. Я думаю, что тогда пассажиропоток очень резко возрастет. А почему они не думают об этом? Или думают, просто мы не знаем. Я думаю, что думают, мы просто не знаем. Просто не знаем. Ну ладно, будем надеяться, что придут все-таки новости хорошие. А вы всегда хорошие. А не только билеты на Юга по 9 тысяч рублей. В одну сторону. В одну сторону, да. Юрий Львович, спасибо большое. Юрий Шлеминзон, главный редактор, генеральный директор телеканала РЕН, был у нас в особом. Рен Киров был у нас в особом мнении. До свидания. Спасибо всем, до свидания. Особое мнение на 101FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова